В память о подвиге народа во время Великой Отечественной войны в Самаре пройдет всероссийская акция Лучи Победы, где и когда ее можно будет увидеть Гранты для молодых бизнесменов и другие меры поддержки В администрации Самары состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства Три месяца спорта в Самаре обсудили соревнования Лето с футбольным мячом В районах города прошли отборочные состязания Троица без березки, что Рождество без елки В городском обществе инвалидов отметили православный праздник Самара присоединится ко всероссийской акции Лучи Победы Она пройдет в городах героев Городах воинской славы И городах трудовой доблести В годовщину Парада Победы Который состоялся 24 июня 1945 года В этот день небо над памятником Ил-2 Монументом Славы Над площадками промышленных предприятий А в Сызране над Спасской башней Кремля Осветят при помощи прожекторов Повторив точную историю Парада 1945 года Как идет подготовка к знаковому для региона и города событию Обсудили на еженедельном совещании в мэрии Оно прошло под руководством главы Самары Елены Лапушкиной Тему продолжит Ольга Павлова Напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны О его мужестве и миллионах жертв нацизма При помощи акции Лучи Победы Впервые решили два года назад в городе Герои Севастополя При поддержке президента страны Владимира Путина Акция обрела масштабный характер 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы Тогда в 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец А в год 75-летия Победы над российским небом прожекторы зажглись вновь Так страна вспомнила о знаковом для каждого событии Немалый вклад в Великую Победу внес и наш регион За четыре года на фронт ушли более полумиллиона наших земляков 24 июня этого года в 23 часа в городах трудовой доблести Самаре и Сызране небо над памятником Ил-2 Монументом славы и Спасской башни Сызранского Кремля осветят огни Репетиция световой части акции пройдет 22 июня в 22.30 То есть мы попробуем подсветить два объекта и направить прожектора в небо Два года назад указом президента России Владимира Путина Самаре было присвоено звание город трудовой доблести А в 2021 году почетного звания удостоился город Сызрань Для региона и города акция «Лучи Победы» является знаковой Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла В акции примут участие расположенные в регионе и городе предприятия В Самаре это завод имени Тарасова, Куйбышевский нефтеперерабатывающий и металлургические заводы А также жители городов, представители общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений, школьники Одним словом, все желающие Планируется 500 детей, что примет участие Также будут две площадки задействованы Это аллея трудовой славы и парк Победы И там и там порядка 500 детей будет из школьных лагерей В определенной экскурсии конкурсные площадки будут для этих детей проведены Чтобы ознакомить детей с историей знакового события, для педагогов подготовили информационные материалы Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие Для этого 24 июня в 23 часа необходимо включить прожекторы на своих зданиях и жилых домах Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом «Лучи Победы» Ольга Павловна, Василий Калдашов, События Маленькая жизнь под названием «Лето» дарит новые впечатления школьникам С начала июня в столице региона заработали лагеря дневного и загородного пребывания Разнообразить досуг ребят стараются в Департаменте образования и Департаменте физической культуры и спорта Пока в детских оздоровительных центрах играют в популярную зорницу В Самаре в рамках проекта «Детский спорт» проходит чемпионат «Лето» с футбольным мячом С какими результатами завершились первые отборочные соревнования на городской, областной и итоговой федеральной кубке Обсудили представители профильных ведомств с главой города Еленой Лапушкиной Подробности в репортаже Ольги Павловой Не просто лето, а лето с футбольным мячом Для команд турнира начались одни из самых главных отборочных соревнований по футболу на итоговый федеральный кубок Но для того, чтобы показать свою спортивную мощь в столице нашей страны Вначале нужно сразиться с командами внутри городских районов Затем с победителями и выйти в областной этап Ценность турнира состоит в том, что мальчики и девочки, которые до этого, может быть, никогда не играли в футбол Начинают приобщаться к этому виду спорта А у нас как раз играют и мальчики, и девочки Если они никогда до этого не знали, они собираются в команду И учатся команде образования и, конечно же, командной игре в футбол В этом году турнир проводят в двух возрастных категориях В нем принимают участие мальчики и девочки 2011-2013 годов рождения, а также 2008-2010 Соревнования проходят в два этапа На первом команде соревнуются внутри районов, каждая из которых выставляет определенное количество команд Наибольший сейчас в промышленном и кировском В дальнейшем, уже на втором этапе, он пройдет с 22 по 24 июня, районы будут соревноваться между собой В финал выйдут по одной команде от группы, они и станут потенциальными претендентами на областной и федеральной кубки Самара и Самарская область были отмечены как лидеры по реализации данного проекта в рамках как раз спортивного проекта «Детский спорт» Разнообразить досуг ребят, которые сейчас находятся на летних каникулах И подарить детям новые впечатления стараются в лагерях дневного и загородного пребывания Дети показывают свои знания, умения и навыки, играя в популярную зорницу Игра предполагает до 14 состязаний в одном туре На каждом этапе ребят сопровождают педагоги и при необходимости помогают им Оценивается ловкость, меткость и скорость выполнения заданий В преддверии 24 июня зорница пройдет с привлечением сторонних наблюдателей Представителей внутригородских районов, военкоматов, патриотических клубов и родителей В соревнованиях принимает участие обучающиеся всех возрастов Игра начинается с торжественного построения, поднятия флагов, подгим, раздача маршрутных листов Также 20 июня стартовала смена в военно-патриотическом лагере «Страна героев» Заявки на смену принимались до 21 мая от детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет Желающие оставляли их на сайте странагероев.рф Участие в лагере является бесплатным Формирование состава лагеря осуществляется на основании конкурсного отбора Жюри оценивало представленные кандидатами документы, которые подтверждали их достижения Участники военно-патриотического лагеря не должны были иметь противопоказаний для занятий спортом В первую смену отобрали 53 ребенка Для них был организован трансфер из городского округа Самара до лагеря «Лесная сказка» В течение лета лагерь планирует принять 4 смены Ольга Павлова, Василий Кладашов, События Свыше 4000 автобусных рейсов к местам захоронения родных и близких Было совершено в дни религиозных праздников Об этом главе города Елене Лапушкиной сообщили сотрудники городского департамента транспорта В этом году для перевозок задействовали 58 автобусов В рейсы они выходили с минимальными интервалами Оплата осуществлялась по городским тарифам Маршруты работали с 7 утра до 15 часов дня Последний рейс выполнялся в 15.30 Но по факту в отдельные дни вывозили и позднее До последнего пассажира Перевозки осуществлялись с различными интервалами по маршрутах Вот наиболее насыщенные это были 63 и 129 Которые от Авроры ходят к Рубежному и к Южному Там интервалы были минимальные Всего в дни религиозных праздников было перевезено 67 997 пассажиров Это на 18% больше, чем в 2021 году Без билета нет проезда В общественном транспорте Самары продолжают ловить любителей ездить бесплатно Контрольно-ревизионная группа проводит профилактические рейды Зайцев нет Почему важно оплачивать каждую поездку И в чем особенности работы проверяющих Расскажет Михаил Ермоленко Ежедневно, рано утром и до позднего вечера Контрольно-ревизионные службы городских предприятий перевозчиков Проверяют общественный транспорт Самары И выявляют безбилетных пассажиров Акция «Зайцев нет» родилась два года назад И за это время стала традиционной Главная цель проверяющих Буквально ловить за руку пассажиров Которые любят ездить бесплатно Таким любителям халявы кажется, что стоимость одного билета не сыграет роли Но от оплаты проезда напрямую зависит Не только обслуживание действующего автопарка Но и закупка новых образцов Модернизация подвижного состава А также немаловажно интервалы хождения транспорта Служба КРО свои данные направляет перевозчику В аналитический отдел Если мы просматриваем, анализируем то, что пассажиров нет И, собственно говоря, рейс нерентабельный Маршрут нерентабельный Тогда мы принимаем решение по определенной процедуре И на данный маршрут направляется меньшее количество транспортных средств Специальный контрольный ревизионный отдел Есть у всех предприятий перевозчиков города Задача сотрудников этой службы Проверять экипаж автотранспорта Во время рейдов специалисты действуют тайно Поэтому ни обычные пассажиры, ни водитель, и кондуктор Даже не заметят их присутствие Но когда приходится действовать открыто То важной частью работы становится Именно выявление безбилетников И напоминание, что за проезд с Зайцем полагается штраф На уровне Самарской области принят закон Где предусмотрен штраф в размере 500 рублей И у нас на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия Направленные как раз на выявление безбилетных пассажиров Такие профилактические рейды Еще и отличное подспорье для будущих управленцев Айнура и Анастасия – студенты одного из самарских колледжей На летнюю практику пришли на предприятие Которое занимается автобусными перевозками Вместе с сотрудниками контрольно-ревизионного отдела Отправились выявлять безбилетников Говорят, так начиная с малого Благодаря разнообразной практике Можно хорошо узнать про работу каждого отдела На предприятии и получить ценный опыт На будущее Ты начинаешь немножко разбираться Как раз таки вот в управлении Если ты опять таки сидишь в диспетчерской Ты начинаешь понимать, как это вообще происходит Как вставляются маршруты Что там нужно Что там проверяется Зачем следить Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков События В ближайшее время Самарский завод Авиакор Может вновь заняться производством самолетов Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Во время Петербургского международного экономического форума Напомним, предприятие эвакуировали в Куйбышев из Воронежа Во время Великой Отечественной войны Здесь делали знаменитые штурмовики Ил-2 Затем на заводе производили самолеты Ту-4, Ту-95, Ту-142, Ту-154М и Ан-140 Сейчас предприятие занимается капитальным ремонтом И техническим обслуживанием самолетов И поставками компонентов Получить грант в полмиллиона Льготы на аренду жилья Сниженную налоговую ставку И другие преимущества В Самаре обсудили меры поддержки Которые город и область оказывают местным предпринимателям В том числе начинающим С подробностями Светлана Кудрявцева В этом году в Самарской области Впервые реализуется комплекс мер грантовой поддержки Для молодых предпринимателей С 20 июня по 15 июля Проходит прием заявок на обучение Поскольку это обязательный этап Для участия в конкурсе грантов Об этом говорили на заседании Совета по развитию предпринимательства В городской администрации На финансовую поддержку до 500 тысяч рублей Могут претендовать начинающие бизнесмены До 25 лет Также на полумиллионные гранты Могут претендовать социальные предприниматели Люди, которые занимаются общественно важной деятельностью И помогают решать социальные проблемы В прошлом году социальными предпринимателями признали 134 субъекта В этом году уже 154 предпринимателя Направили заявки И 10 июля получат такой статус Статус социального предприятия На сегодня Дает несколько возможностей В получении государственной поддержки Это снижение налоговой ставки Для таких организаций В три раза по УСН Это возможность получения микрозаймов региональной гарантийной организации Под 1% И это получение грантовой поддержки Все условия получения грантов и другой помощи предпринимателям Можно узнать в центрах «Мой бизнес» В регионе их 10 на территории Самары-2 Меры поддержки оказывают и на муниципальном уровне С 1 марта по 30 апреля У нас проходил первый этап предоставления грантов На возмещение понесенных затрат Связанные с уплатой процентов по кредитам На приобретение как основных, так и оборотных средств Всего было выдано у нас 37 грантов Общая сумма составила 13 млн 226 тысяч рублей У нас будет в этом году проходить второй этап С 1 августа 2022 года по 30 сентября Городской департамент управления имуществом Сейчас готовит нормативно-правовой акт Согласно которому на 10% Снижается сумма арендных платежей На муниципальные имущества и на земельные участки Которые находятся в муниципальной собственности Также вступило в силу 403-е постановление О предоставлении в аренду земельных участков Под размещение сезонных кафе При стационарных предприятиях При ресторанах, так называемые веранды Где плата составляет 1 рубль за квадратный метр Порядка 55 организаций Уже обратились за такой мерой Увеличивают в городе количество мест Для торговли сельхозпроизводителей Что поможет снизить цены на овощи, ягоды и фрукты Сейчас на территории Самары Работают 28 ярмарок Где имеется 1240 торговых мест А в конце июля-начале августа Прибавится еще 642 места Желающих получить место для торговли Ждут в городском департаменте Экономического развития, инвестиций и торговли Также в Самаре возобновят с июля Торговлю с машин для производителей На улице Мира, на Победе и в районе музея Меня Лабина Место предоставят бесплатно Оператор берет средства лишь за вывоз мусора Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов События Удобный сервис, который всегда под рукой Цифровизация все больше охватывает сферу коммунальных услуг Следует за современными тенденциями И в компании Газпром Межрегион Газ Самара Предлагая клиентам на выбор сразу несколько ресурсов Для передачи показаний счетчиков И оплаты услуг в несколько кликов Подробности в нашем сюжете Сразу два мобильных приложения Мой Газ и Пэй Газ Доступны для клиентов Газпром Межрегион Газ Самара С их помощью можно передавать показания счетчика И оплачивать услуги Сейчас в этих сервисах зарегистрированы Почти 400 тысяч абонентов компании Один из них, житель Самары Александр Ярыш Уже год пользуется этой возможностью Чтобы оплачивать газ Говорит, что это экономит очень много времени Раньше, как и все, я оплачивал через кассу Мне приходилось отпрашиваться с работы иногда Сейчас это намного проще и удобно Теперь для клиентов компании Доступен и удобный сайт Самарарегионгаз.ру На нем можно без регистрации Не боясь забыть пароль от учетной записи Также передавать показания счетчика И экономично оплачивать квитанции без комиссии Которая появляется, если платить через кредитные организации Что касается работы на интернет-сайте То действительно это можно сделать без регистрации Как передать показания Указав номер лицевого счета И сообщив показания счетчика Так и оплатить за потребляемый газ Можно также на сайте без какой-либо регистрации Без каких-либо сложностей И просто с своей банковской карточкой Для тех, кто не так активно пользуется интернетом По-прежнему доступны и другие способы Передачи показаний и оплаты услуг Для клиентов открыты 39 абонентских пунктов Которые работают во всех муниципальных образованиях области Работает и единый телефон службы Где можно решить вопросы в индивидуальном порядке Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События Инновационные онлайн-сервисы В помощь медикам и жителям региона В Самаре Ростелеком провел презентацию робота Который позволит горожанам при подозрении на ковид Быстрее получить необходимую информацию И вызвать врача на дом Какие еще новшества представила компания Для самарцев в нашем сюжете В период пандемии ковида Нагрузка на колл-центры была огромной Одним требовалась срочная медицинская помощь А другим ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции Висеть на линии приходилось десятки минут Теперь сроки ожидания для тех, кто звонит по номеру 122 сократятся Ростелеком продемонстрировал работу виртуального помощника Одно из преимуществ голосового стенда заключается в том Что он не является заменой, например, для операторов Мы здесь четко понимаем, что не вступаем в конфликт интересов А мы помогаем операторам снимать нагрузку Особенно в пиковые моменты Особенно по вопросам, так называемым частотным вопросам Виртуальный помощник не подвержен влиянию эмоций И в любом случае выдаст необходимый сценарий Может немного успокоить Работает круглосуточно и без выходных В Самарской области его запустят в работу в июле Технологии возможностей от Ростелекома Это и мобильные кардиографы для оказания помощи больным на селе И планшеты у врачей скорой помощи Более тысячи километров оптики для больниц губернии И сервисы для повседневной жизни В шатри Ростелекома жители города могли подзарядить телефон Сфотографироваться на память Попробовать молекулярное мороженое И пообщаться с умной колонкой Маруся Маруся, а сыграй нам на гитаре Ставлю плейлист гитара Спасибо Приятно слышать теплые слова Анатолий Головко, Юлия Василькина, Василий Колдашов События Профессиональный праздник Тех, кто ежедневно спасает жизни В Самаре отметили День медицинского работника Представители партии Единая Россия поздравляли коллективы Медучреждений региона Как прошло честование персонала Областного госпиталя ветеранов войны Расскажем в нашем сюжете Ночное дежурство врачей и медперсонала Госпиталя ветеранов войн В воскресенье закончилось необычно Их встретили члены регионального отделения партии Единая Россия И поздравили с профессиональным праздником Всех коллег Пользуюсь случаем Поздравляю с Днем медицинского работника С нашим профессиональным праздником Здоровья всем Счастья и успех в нашем нелегком труде К коллективу госпиталя Вручили праздничный торт А также каждому цветы в горшочках Которые можно высадить дома Или в палатах Чтобы они дольше радовали глаз Как врачей, так и пациентов Сегодня, конечно же, нам всем Благодарным пациентам Хочется сказать слова благодарности Спасибо им за их труд За то, что они делают И вот хочется, чтобы тепло Нас, пациентов Защищало в первую очередь Людей, которые спасают наше здоровье К праздничной акции присоединились И поздравили врачей в своих районах Представители партии Во всех муниципальных образованиях Самарской области Андрей Горгуленко, Николай Епифанов События В этот понедельник начался апостольский пост Или, как его называют в народе Петров Закончится пост в День памяти апостолов Петра и Павла 12 июля А вот самарские верующие Все еще продолжают отмечать Троицу Во Дворце ветеранов прошел концерт Народных коллективов Посвященный этому христианскому празднику Тему продолжит наш корреспондент Фольклорный ансамбль «Волжские зори» Поет народные песни уже 70 лет При советской власти с концертами Объездили всю область Не пропустили ни одного праздника Ни государственного, ни народного С 90-х годов прошлого века Список праздников пополнился религиозными Артисты особенно любят выступать Именно на таких Не стало исключением и Троица В деревне мы маленькими были Бабушки у нас были очень верующие У нас стояли иконы Нас это с детства как бы приучали Сфера была работы Я с реабилитационными центрами работала В Новокуйбышевске И у нас очень много тоже там И батюшка присутствовал И в церковь мы тоже ходили Праздник Троица Воодушевление, да Это какая-то душевная радость Это какая-то Божья помощь Поделиться радостью и праздничным настроением С горожанами с ограниченными возможностями здоровья Творческие коллективы Самара По традиции решили во Дворце ветеранов Уже несколько лет здесь для них устраивают концерты И таких встреч насчитывается несколько десятков за год И концертная программа И общение И даже люди вышли из дома Это уже счастье А вот в такой атмосфере В такой обстановке Это будет еще для людей Большой стимул для того, чтобы жить В этом году отмечать Троицу С народным колоритом Так называемый праздник Березки Планировали по соседству с Дворцом ветеранов На Березовой аллее в Парке Победы Но погода внесла коррективы Поэтому срезали ветви берез И украсили ими фойе А концерт дали в актовом зале Планировалось, что это будет на улице В нашем любимом формате народных гуляний Когда мы музыка, движение, танец Фольклорные номера, танцевальные номера Артисты наши самодеятельные С чаепитием, с пирожками Отмечаем те или иные события В традиции у нас пасхальный праздник, Рождество Сейчас праздник русской березки Троица И это как повод собраться все вместе Вернуться к нашим истокам, к нашим традициям Продолжился праздник традиционным чаепитием Такие встречи и праздники важны для людей С ограниченными возможностями здоровья Признаются они, это им дает возможность Воспрять духом, по-новому посмотреть на жизнь И задуматься о новых планах и свершениях Сергей Кизоркин, Константин Головин, События Эксклюзивный проект телеканала Самара ГИС Обзор телеграм-каналов городской администрации И профильных ведомств Вот о чем они пишут на своих информационных площадках Глава Самары Елена Лапушкина сообщает в своем телеграм-канале Что поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок Во дворах города Сейчас каникулы, дети проводят максимум времени на улице Качели, карусели, горки должны соответствовать Всем стандартам безопасности Отмечает Елена Лапушкина Если какие-то аттракционы не соответствуют этому Глава города просит сообщать Вконтакте открыты комментарии и личные сообщения всех глав районов Сегодня неравнодушные жители города Уже поделились в сетях фотографиями Где люди находятся на 15-метровой высоте Неработающих американских горок В Самарском парке Дружбы Глава города пообещала проверить информацию Будут направлены обращения в полицию и Ростехнадзор Независимо от того, кому принадлежат объекты Они не должны представлять угрозу жизни И безопасности самарцев и гостей города Пишет мэр Самары В пятницу 24 июня В Самаре состоится очередное распределение Свободных мест в детских садах города Об этом сообщает телеграм-канал администрации Вести с Дворянской Как обычно, процедура пройдет в автоматизированном режиме Для успешного проведения родителям рекомендуют проверить данные Указанные в заявлении на портале образовательных услуг В случае обнаружения неточности И утративших силу сведений Нужно обратиться в МФЦ для внесения в заявление изменений Телеграм-канал департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что в детском лагере Волжский Артек состоялось закрытие первой смены Отдыхавшие в этот период ребята очень сдружились между собой За время отдыха в лагере они стали одной дружной семьей Закрытие лагерной смены сопровождалось концертными номерами Зажигательными танцами, веселыми играми и конкурсами Вожатые старались, чтобы летний отдых запомнился воспитанникам В ведомстве уверены, что отдых в лагере Волжский Артек для детей был ярким, полезным и веселым Я на этом с вами прощаюсь Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС На страничках в Однокласснике и во Вконтакте Выпуски новостей смотрите в социальных сетях Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Продолжайте следить за новостями